собака компаньон собака охранник собака няня это все восточноевропейская овчарка это преданная отважная проверенная временем порода подробнее о ней нам расскажет дарья соболева владелец питомника верный друг почему вы стали заводчиком восточноевропейских овчарок ну вы знаете так сложилось в жизни родители приобрели восточноевропейскую овчарку я стала ей заниматься выставками дрессировками у нас были щенки и вот после этого мое сердце было отдано этой породе так получилось что я стала заниматься уже в зрелом возрасте этим более серьезный профессионально вио охранник или домашний любимец знаете они настолько пластичны настолько коммуникабельны обладают настолько в моем понимании уникальной психикой что эта собака может быть и просто компаньоном и может быть охранником они прекрасно подстраиваются от желания хозяина то есть если хозяин хочет чтобы собака была спокойная относилась к окружающим лояльно если в этой собаки поощрять нужные моменты подтверждать нужное поведение вот они будут такими если человек может чтобы собака была серьезным охранником и он действует правильно в этом направлении подтверждает нужное поведение собака будто охранником то есть но все-таки здесь тоже нужно помнить о том что изначально это служебная порода и неопытных руках серьезная собака особенно допустим кобель восточноевропейской овчарки суки в этом плане более пластичный или посерьезней то есть нужно помнить что об изначальном предназначении этой породы если нужен семье только компаньон наверное стоит лучше рассматривать какую-то другую породу кому подойдет данная порода слушайте я могу сказать кому точно не подойдет я бы не советовала заводить восточноевропейскую овчарку людям которые ведут затворнический образ жизни не любят двигаться не любят прогулки длительные а в остальном наверное практически всем потому что единственное условие для того чтобы собаки с вами комфортно жилось вы должны заниматься дрессировкой то есть собака должна понимать что такое дисциплина и должны быть физические нагрузки то есть для овчарки особенно для молодой это должны быть длительные прогулки не просто стояние на месте где-то да и там сидение в телефоне это ходьба это отработка каких-то навыков с молодой собакой это игры если вы можете собаки это обеспечить то они в общем-то подойдут практически любому человеку как вела взаимодействует с другими животными вообще восточноевропейские овчарки прекрасно уживаются с другими собаками с другими животными и скотами поэтому здесь особых проблем нет а с детьми с детьми прекрасно они и нянькаются и играют но все равно нужно понимать что это собака и оставлять маленьких детей без присмотра с собакой все-таки не стоит проявляют ли вео агрессию к людям вообще восточноевропейская овчарка это служебная порода и нужно понимать что агрессия к чужому человеку может быть собаки потому что у них ярко выраженный охранный инстинкт и если по мнению собаки допустим какой-то чужой человек вторгается в личную личное пространство хозяина или покушается на личную территорию пытается проникнуть собака проявит агрессию к чужому человеку это нужно понимать все таки это служебная собака серьезная то есть такое возможно случаев немотивированной агрессии от восточников но практически нет то есть если собака проявляет агрессию то скорее всего это агрессия чем-то спровоцирована чем-то или кем-то или какими-то обстоятельствами то есть немотивированная агрессию восточников практически не бывает вео может быть собакой поводырем чисто теоретически Да, практически, скорее всего, нет, потому что собака-поводырь должна быть лояльна абсолютно ко всем людям. У восточников не у всех есть такие черты характера, то есть, скорее, нет. Насколько Вео привязана к хозяину? Восточноевропейская овчарка в основном собака одного хозяина. То есть, они нормально коммуницируют, общаются, слушаются всех членов семьи, но зачастую выбирают одного хозяина в семье, и вот вся любовь идет именно в сторону вот этого своего основного любимого человека. Восточноевропейская овчарка может подойти человеку без опыта, и у нас были такие владельцы, которые буквально с нуля брали восточника и справлялись, но человек, который планирует приобрести себе щенка, должен понимать, что его жизнь никогда не будет прежней, потому что с овчаркой нужно много гулять, много заниматься дрессировкой, уделять собаке много внимания, особенно в период активного роста и вот этих моментов, там, активной дрессировки и так далее. То есть, это в период до двух лет. Да, может человек без опыта заводить восточника, но нужно к этому моменту очень внимательно готовиться. Восточноевропейская овчарка обязательно должна быть отдрессирована. Вообще, зачем мы занимаемся дрессировкой? Мы все живем в социуме, мы живем в городе, вокруг нас люди, и наше домашнее животное не должно быть социально неудобным, да, то есть, оно должно быть социально адаптированным, не мешать нашим соседям, не мешать людям, которые живут рядом с нами. Поэтому собака, даже если вы не планируете с восточноевропейской овчаркой участвовать в выставках, соревнованиях, то есть, какая-то элементарная дрессировка, послушание должно быть в обязательном порядке. То есть, собака должна быть управляема, она не должна мешать людям, которые рядом с вами, не должна мешать людям. Ну, что будет, вы получите крупную, сильную, неуправляемую собачку, которая будет социально неудобна, и которая будет доставлять вам очень много проблем и дискомфорта. То есть, собака может на кого-то прыгнуть, кого-то облаять, напугать. Ну, то есть, это... Нет, так не должно быть. Обязательно нужно дрессироваться. Расскажите про физические нагрузки. Восточноевропейской овчарке физическая нагрузка обязательно нужна. То есть, это прогулки, это пробежки, прекрасно собаки плавают, какие-то игры подвижные, активные. То есть, в обязательном порядке нагрузка нужна. Особенно молодым собакам в период развития. Но тут нужно понимать, что нагрузка молодым собакам нужна правильная. То есть, нельзя перегружать собаку, пока она растет. Но мышечный каркас, его нужно делать, его нужно поддерживать. И отдельно хотела бы сказать про взрослых пожилых собак. Им тоже в обязательном порядке нужна нагрузка. То есть, прогулять с пожилыми собаками нужно, если здоровье позволяет. Нужно гулять много. Может быть, это будут не прогулки, не какие-то активные игры. Но собака должна двигаться. От этого зависит подвижность суставов. От этого зависит продолжительная жизнь. Расскажите про социализацию ВЕО в городе. Вообще, социализация важна любой собаке. Восточникам, конечно, тоже она важна. Ранняя социализация просто поможет избежать проблем в будущем со взрослыми собаками. Поэтому, да, социализация нужна с раннего возраста. Примерно с какого возраста? Я советую гулять со щенками после первой прививки. Меня, наверное, сейчас проклянут все ветеринары. Потому что они категорически против прогулок раньше окончания всех карантинов. А это, получается, не ранее 3,5 месяцев. Я считаю, что гулять надо буквально после первой прививки в 2 месяца с небольшим. Чтобы собака успела за период активной социальной адаптации, то есть где-то до 4 месяцев длиться, успела максимально познакомиться с окружающим миром. Увидеть максимальное количество раздражителей. Дети, машины, общественный транспорт, какие-то звуки. То есть, ну, вот, мое мнение, социализироваться нужно как можно раньше. В Санкт-Петербурге щенок восточноевропейской овчарки с документами Российской экономической федерации будет стоить примерно 45-60 тысяч. Все, что дешевле, нужно проверять на предмет именно документов, качество выданных документов, ну, и на предмет производителей, и на предмет породности самих щенков. Что можете посоветовать будущим владельцам? Ну, я бы советовала выбирать собаку душу и сердце в первую очередь, потому что они приносят в нашу жизнь очень много положительных эмоций, очень много радости, не бояться брать овчарку, подходить к этому вопросу серьезно и наслаждаться совместной жизнью.